400 тысяч кубов мусора накопил Нефтьюганск на старой свалке до 1998 года. Рядом протока Чеускина, по водоохранным нормам и соответствующим решениям суда просто так оставить гнить 11 гектаров ТБО нельзя. Воздействие на почву медь, цинк, свинец. Воздействие на поверхностные воды азот, аммонийный, аммоний, фосфат и фенол, железо, магнит, цинк и другие. Воздействие на грунтовые воды азот, аммонийный, аммоний, железо, марганец, свинец. Компания-проектировщик рекультивации свалки рассказала о варианте действий. Сдвинуть мусор, застелить землю бетонитовыми матами, вернуть мусор обратно, сверху еще один слой изолирующего материала, плюс меры по предотвращению вредного воздействия на реку. Сдвиг отходов за границу водоохранной зоны протоки Чеускина, подсыпка участков грунтов на высоту более 1 метра от максимального уровня грунтовых вод в целях исключения подтопления, обустройства водоотводных канав с обболовкой. Можно ли назвать данный процесс рекультивации? Сразу задались вопросом общественники. Я больше поняла, что у вас не рекультивация, а консервация. Коммунальщики предложили еще более прямое определение по сути захоронения мусора. Здесь федеральный закон, который в принципе запрещает захоронение водоохранной зоны. Согласен. Я рядом 45 или как-то, я уж не помню, да? Да, там водоохранная зона. На территории города, а свалка эта входит в территорию города и водоохранная зона. Вот мы сейчас и про это и говорим. Это прямой запрет. Стоимость создания консервы из мусора в городской черте – полмиллиарда рублей. У многих возникли вопросы к экологической обоснованности и смете проекта. В 80-е и 90-е пластика и других токсичных отходов в ТБО практически не было, а остальное растащили. Два года мимо проезжали нам, и эту свалку перекопали в доле поперед. Вот эти съемки у вас какого года были для того, чтобы взять обоснование. Я вам уверенно скажу, что там одна треть объема, которая заложена смете, она отсутствует. В итоге вариант рекультивации, консервации и захоронения на общественных слушаниях не утвердили. В компанию, которая готовила проект, отправят вопросы и предложения, в том числе по проведению новой экологической экспертизы. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганская».